приветствую меня зовут никита и сейчас я вам прочту отрывок из рассказа чехова каштанка когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и стощей костлявый дворняшке обратилась сытого выхоленного пса однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал пора нам тетка делом заняться довольно тебя бить баклуши я хочу из тебя артистку сделать ты хочешь быть артисткой и он стал учить ее разным наукам в первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах что и ужасно нравилось во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар который высоко над ее головой держал учитель затем следующие уроки она плясала бегала на корде выла под музыку звонила и стреляла а через месяц уже могла с успехом заменять федора тимофеевича в египетской пирамиде училась она очень охотно и была довольна своими успехами бегание с высунутым языком на корде прыгание в обруч и езда верхом на старом федоре тимофеевича доставляли величайшее наслаждение всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким восторженным лайм а учитель удивлялся приходил тоже восторг и потирал руки талант талант говорил несомненный талант ты положительно будешь иметь успех и тетка так привыкла к слову талант что всякий раз когда хозяин произносил его вскакивала и оглядывалась как будто одно было ее кличкой когда она уже совсем свыклась с новой жизнью и и с тощей кослявой дворняжки обратилась в сытого выхоленного пса однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал пора нам тетка делом заняться довольно тебе бить баклуши я хочу из тебя артистку сделать ты хочешь быть артисткой и он стал учить ее разным наукам в первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах что ей ужасно нравилось во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар который высоко над ее головой держал учитель затем в следующие уроки она плясала бегала на корде выла под музыку звонила и стреляла а через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеевича в египетской пирамиде в египетской пирамиде училась она очень охотно и была довольна своими успехами бегание с высунутым языком на корде прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким восторженным лаем а учитель удивлялся приходил тоже в восторг и потирал руки талант 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 говорил он несомненный талант ты положительно будешь иметь успех и тетка так привыкла к слову талант что всякий раз когда хозяин произносил его вскакивала и оглядывалась как будто оно было ее кличкой кличка и